В Одессе 4 часа дня в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Один человек погиб в результате пожара на автостанции. По словам очевидцев, около трех часов ночи неизвестные бросили зажигательную смесь в вагончик охранника в Книжном переулке. Внутри в этот момент находился мужчина. Пострадавшего, 63-го года рождения, увезли в больницу с ожогами второй степени и ранами живота. От полученных травм утром в больнице он скончался. Как рассказали в ГСЧС, пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров. Наша группа уже побывала на месте. Больше мы расскажем в следующих выпусках. Четверых правоохранителей, подозреваемых в крышевании преступников, взяли под стражу. Такую меру пресечения вчера избрал Приморский суд. Напомню, накануне в Черноморске задержали членов опасной преступной группировки. Прикрывали преступный бизнес аж четверо правоохранителей, по двое полицейских и прокуроров. До них застосована мера запобежного захода в виде тримания под вартою, без какой-то альтернативы, оскільки все члены злочинного группования затриманного подозреваются о вчинении тяжких криминальных правопорушений, связанных с насильством. Что до одного подозреванного судового розгляда, что до застосования до него запобежного захода, в данный момент продолжается. Кроме краши и торговли наркотиками, ОПГ подозревают в дерзких вооруженных нападениях, жестоких избиениях и других преступлениях. На след банды оперативники вышли благодаря другому громкому делу. В декабре СБУ заподозрило восьмерых полицейских из Черноморска в пытках. Как оказалось, один из палачей в погонах к тому же входил в ОПГ. Верховная Рада отменила лицензию на оптовую продажу алкоголя для малого бизнеса. Теперь небольшие производители местных плодово-ягодных вин из собственного сырья смогут законно продавать свой продукт. Подписать закон планируют в Одесской области. Почему, знает Ирина Рогозянска. Еще в детстве, когда я видел, когда отец мой делал вино, я помогал ему. Я его обхаживал другой раз, когда отца нет. Вытирал тряпочку, чтобы нигде не было грязи. Это Сергей Миронович. Его семья занимается виноградерством и виноделием с 19-го столетия. Из поколения в поколение они выращивали на шапской земле самые редкие сорта винограда. За плодами с местных грядок приезжали множество известных людей. В том числе и украинская писательница Леся Украинка. Однако все это время мелких виноделов смущало только одно. Всегда на душе тревога, что это неофициально. Я выращиваю, я делаю вино, и вдруг у меня приедут, как у локарейна, все выкачали и заврали. По закону Украины, чтобы заниматься оптовой продажей алкоголя, необходимо иметь лицензию. Это 500 тысяч гривен в год. Такая сумма делает конкуренцию несправедливой. Крупные производители платят от 2 до 9 копеек с бутылки, а мелкие должны отдавать до 70 гривен за тот же объем. Теперь проблему практически решили. Кому как не губернатору нужно было обратиться, тем более человек из Грузии. Я его попросил, чтобы нам дали возможность узаконить наш бизнес микровиноделов. Мы сразу это включили, это Саша обещал в Одесский пакет реформ. И наконец-то вчера парламент проголосовал, что сняли эту лицензию. Все, никаких 500 тысяч не нужно. Теперь сотни тысяч мелких производителей плодово-ягодных вин и собственного сырья смогут законно распространять свой продукт. А это миллионы в бюджет Украины дополнительные рабочие места. Из всех областей Украины только в Одесской можно встретить такие редкие сорта винограда, как сирексия, греческий розовый и тальтикурус. В основном крупные винные заводы с ними не работают. Теперь, когда малый бизнес избавили от обязанности лицензировать свой продукт, виноделы смогут законно распространять вино из этих сортов. А это значит, что возможно уже через несколько лет именно эти виноградники прославят Украину на весь мир. В Одессу прибыл очередной борт с ранеными. Около двух часов дня военных доставили каретами скорой помощи в военный госпиталь. Волонтеры сообщают, что всего их 9 человек, двое из них тяжелые. Состояние бойцов стабилизировали в Днепропетровске, а в Одессе же должны провести необходимые операции. Незаконный вывоз нефтепродуктов с одесского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлен. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель исполнительного директора ОНПЗ Игорь Фищенко. По словам работников предприятия, это их личное достижение, а вот правоохранительные органы в ситуацию вмешиваться не спешат. С момента, как только мы действительно провели, установили свой собственный пропускной режим, с этого момента, с этого завода не было вывезено ни одной цистерны в нарушение законов. Вообще ни одной. Мы пока держим вот такую вот оборону, и естественно, сами мы ее долго удерживать без помощи правоохранительных органов не можем. Такая пассивность правоохранителей в этом деле, имеющим государственную важность, мягко говоря, удивляет работников завода. Еще вещественные доказательства по очень резонансному делу, как они будут доказывать вину этих фигурантов по делу, непонятно. Потому что вещественных доказательств нет ни в виде нефтепродуктов, ни в виде их денежного эквивалента. Напомню, с 2014 года завод фактически не функционирует. Работникам месяцами не выплачиваются зарплаты, а хранящиеся в резервуарах нефтепродукты вывозятся в неизвестном направлении. По разным оценкам, с одесского НПЗ уже вывезено топливо на сумму от 50 до 80 миллионов долларов. Сейчас предприятие в состоянии банкротства. Одесса недоступна для колясочников. Такой вывод сделали люди с ограниченными физическими возможностями, отправившись на обычную прогулку. В результате поняли, пандус найти сложно, а принять клиентов на коляске готовы не все кафе и рестораны. С какими еще трудностями столкнулись люди с ограниченными возможностями, знает Кристина Немченко. Вместе с товарищами Максим собирается прогуляться по городу. Он хочет зайти в кафе на чашку чая. Одно но мужчина прикован к коляске, как и его друзья. Отсутствие заездов на тротуар не позволяет с комфортом передвигаться по городу. Приходится нарушать. Заехать без посторонней помощи на тротуар невозможно. Поэтому приходится нарушать и идти по проезжей части. Высокие бордюры, ступеньки и отсутствие пандуса. Такие неудобства присущи большинству заведений в городе. Не хотят. И, к сожалению, есть и такие прецеденты. Никто из них не инвалид. Никто. Никто. И я не инвалид. Никто не инвалид. Это все по флотам. Чтобы не обслуживать колясочников, администратор вот этого заведения ведет себя по-хамски. После долгих пререканий мужчина нашел компромисс. Вынес столик на тротуар. Теперь неудобно пешеходам. Вы хотите заказать? Да или нет? Ну, ничего. Нет. Все, до свидания. Иди в другое место. Все. Сейчас подойди ко мне на секунду. Не хочу. Не, подойди, подойди. Если где-то и есть заезд, отдохнуть в таком заведении можно только при хорошей погоде. Но мы пытаемся попасть внутрь. Это можно сделать после разговора с администратором. Его приходится подождать. Потому что у нас пока не предусмотрено, у нас это разбивается. Пандуса нет, но пообещали, что появится. В следующем заведении нас удивили кнопкой вызова. Заехать сюда тоже невозможно. Обещания те же. Пандус будет. Зато пока есть альтернативные услуги. Если вы желаете, у нас есть ребята, которые вам помогут подняться к нам в зал. В аптеку тоже попасть нельзя. Здесь высокие ступеньки без заезда. Зато есть кнопка вызова фармацевта. Но с ней проблемы. У нас вот эта кнопочка есть, как бы вызова фармацевта. Да, но у меня просто ее нет. Максим Кириллов после такой прогулки, мягко говоря, расстроен. За полтора часа так и не удалось найти хоть одно место, куда можно попасть без препятствий. Такая ситуация довольно часто складывается. Это может быть три, четыре, пять колясок одновременно, которые как раз проходят по центру нашего любимого города. И, к сожалению, мы сталкиваемся с барьерами. Ну, то, что мы встретились в первом кафе, это нереально было слышать. И как бы безразличие людей, наверное, я считаю. Или хамство. Хамство, да, другим словом. Так нельзя общаться с людьми, с такими, как мы. Максим говорит, что эта прогулка не последняя. Теперь будут собираться силами, потому что такие выезды в центр города для людей на колясках – настоящее испытание. Кристина Немченко, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Сегодня в Горсадо открывается международный джазовый фестиваль «Одесса Джаз Фест». На открытой площадке в Ротонде пройдет масштабный опен-эр-концерт. Будет представлено три международных проекта. На сцену выйдут музыканты-импровизаторы из США, Италии, Грузии. Ну и, конечно, коллективы из Украины. Он одинаково проникновенно импровизирует с музыкой Баха и Стинга. Американский саксофонист-новатор из Чикаго, создатель саксофонной битбот-техники Дерек Браун в Одессе. Он играет уже больше 20 лет. Объехал с гастролями Европу, Азию и Южную Америку. И сегодня выступит под открытым небом в Одесском горсаду. Я очень счастлив быть в Одессе. Это мой первый приезд в Украину. Я уже понял, насколько красивый город. И для меня большая честь играть на открытии джаз-фестиваля. Это почетно. Продолжать традиции Юрия Кузнецова. Представлять Италию на Одесса Джаз Фест будет трио контрабасиста и бас-гитариста Никола Фарачи. Это музыка в традициях европейской классики с элементами американского фри-джаза. Контрабас, рояль, барабаны и абсолютная импровизация. Та музыка, которую вы услышите, это по сути история моей жизни, которая выражена универсальным языком, музыкой. Концерт в горсаду стартует сегодня в 6 часов вечера. Напротив сцены для всех гостей установят скамейки. Основные события Одесса Джаз Феста пройдут в Большом зале филармонии. Вечерние клубные концерты и джеймсейшены на площадке Крыша моря возле пляжа Лонжерон. Фестиваль будет проходить с 23 по 25 сентября. Юлия Федорова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Лечить музыкой. Первые в Украине лекции и концерты проходят в Одессе в доме с ангелом. Музыканты сначала играют, затем объясняют композицию. В этот раз слушателями были дети с особыми потребностями. Они проходят курс арт-реабилитации. Помогает не только медицина, но и искусство. О том, как ноты исцеляют, расскажет Марьям Эль-Хасан Али. Эту малышку зовут Сашуля. Она очень любит музыку. Пришла послушать концерт-лекцию Владиславы Бучко. Девочка говорит, скоро у нее тоже появится инструмент. Обещает играть не хуже профессиональных композиторов. Ну, музыка это хорошее. Но, конечно, по одной строчке мне нравится. Но я играю совсем по-другому. У меня есть шанс. Я вообще могу играть так же сама. Владислава Бучко приехала в Одессу из Киева. Она композитор. Пишет музыку с шести лет. Сейчас девушка показывает маленькому Ване, как ноты влияют на мир. В первую очередь на его мир. Сначала Владислава играет сама. Затем за ней повторяет мальчик. Владислава говорит, таким образом он создает прекрасное. И этот процесс ему нравится. Он начинал нажимать ноты и таким образом выходить в этот процесс. Когда он входит в этот процесс, он отвлекается от многих других факторов. И у него происходит вот это вот очищение, о котором я говорю. То есть он... Хочешь, иди сюда еще раз. Еще, еще. Хочешь, бери. Давай. Он улыбается. То есть ему это приносит удовольствие. Вскоре к Ване присоединяется и Лера. Затем все остальные. Даже родители. Такая концерт-лекция – часть арт-терапии для детей с особыми потребностями. Кроме обычных лекарств, ребятам прописывают театр, музыку или танцы. Руководитель отделения арт-терапии говорит, медицина вместе с искусством правда исцеляют. Мы здесь наблюдали, когда дети, которые вчера еще не ходили, вдруг, обрадовавшись, открыв глаза, увлекшись, забыв, что они не могут ходить, вдруг пошли. Концерт-лекция – новый формат музыкальных мероприятий в нашей стране. Презентация прошла неделю назад в Киеве. Затем ребята сразу же поехали в Одессу. Организаторы обещают приезжать теперь в наш город каждый месяц. Сегодня для деток в Доме с Ангелом мы решили сделать такое мероприятие, потому что рассказать мамочкам, в первую очередь, родителям, о том, как нужно будет слушать классическую музыку, потому что именно через родителей к детям прививать любовь к музыке. Основной концерт пройдет в пятницу в 19 часов в Даунтауне на Жуковского. Владислава Бучко зовет всех желающих. Стоимость билета – 150 гривен. Марья Мальхасанали, Алексей Барановский, 7 канал. Юный одессит борется с онкологическим заболеванием. Андрею Додику 21 год. Он – пятикурсник политеха, выбрал техническую специальность. У Андрея обнаружили метастазы в печени и легких, диагностировали в организме опухоль. Парня уже прооперировали в Израиле, но для выздоровления надо закончить еще курс химиотерапии. До конца октября важно успеть собрать более 25 тысяч долларов. Отец Валерий и мать Наталья, чтобы собрать денег на операцию Андрею Додику, продали машину, дачу, отдали последние запасы финансов. 8 сентября их сын вернулся в Одессу уже прооперированный. Но скоро ему предстоит вновь лететь за границу, заканчивать курс химиотерапии. А для этого нужно собрать 25 300 долларов. Он выходит, ему надо двигаться, потому что лежать нельзя, мышцы надо ходить, поэтому он ходит. Чтобы мышцы не атрофировались? Ну да, побольше ходит. От себя с Радужного к нам домой приходил, так что пешком. Мы встретились с отцом Андрея на футбольном матче Кубок Украины «Жемчужина Карпаты». Юноша хорошо известен в кругах футболистов, вышел на профессиональный спортивный уровень. Тренера называют его харизматичным и упорным игроком. Он как раз ко мне попал в такой переходной период, когда он только закончил с командой от КСК. И он был в КОДЕССЯ у меня. Он был лидер команды, очень одаренный, техничный. Инструкторы подчеркивают, подобные случаи, как с Андреем, случались и с победителями Лиги чемпиона ВУФА. Такие случаи, как Абидаль в Барселоне, такая же была болезнь, и он вылечился и продолжал даже играть. Поэтому я надеюсь, что, прежде всего, Андрей должен не падать духом, восстановиться, прийти в себя. И уже тогда можно говорить о том, чтобы он возобновил свою карьеру футбольную. Андрей Додик учится на бюджете, всего добивается сам. У него есть 13-летний брат и много друзей, которые с нетерпением ждут, когда вместе смогут отметить выздоровление приятеля. Мы занимались вместе футболом еще в детстве, как бы и с тех пор, скажем, на этом основании дружим, общаемся. Желаю скорейшего выздоровления, как можно быстрее восстановиться и забыть это, как страшный сон. Вернуться к своей, скажем, активной деятельности, спортивной, футбольной. Вы можете помочь Андрею Додику побороть болезнь. Номер карточки «Приватбанк» и телефон отца парня на экране. Мария Сапкалова, Игорь Казанжи, 7 канал. Пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере и социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Оставайтесь с нами. Увидимся в 18.00. И помните, это наш город и ваш 7 канал.